Здравствуйте, дамы и господа! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике. С удовольствием готов представиться. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я руководитель эзотерической школы Кайлас. Что такое эзотерика? Эзотерика – это наука о неизведанном. Это та третья сила, которая помогает человеку найти и решения, и пути в жизни. И та, которая может коммуницировать с человеком и помогать человеку в дальнейшем быть, может быть, более мотивированным, сильным, находить ответы на вопросы, которые нет на поверхности нашей жизни, находить ответы там, где совершенно ответов быть не может. Кто я в эзотерике? Я очень давно занимаюсь пропагандированием этой третьей силы и очень давно говорю об эзотерике. Начал я свою деятельность в 2010 году, а первые ступени школы провел, по-моему, еще в 2009 и так далее. На сегодняшний день эзотерическая школа Кайлас имеет огромное количество учеников по всему миру. Никто не подсчитывает, не следит за учениками, не ведет количество людей, которые прошли эти ступени. Поэтому точное количество людей, которые смотрят или которые прошли мою первую ступень, мне неизвестно. Я не могу так сказать. Я думаю, что это порядка, наверное, более миллиона человек. Итак, сегодня вы задаете мне вопросы. Я эти вопросы вижу и с удовольствием на них отвечу. Также сегодняшняя наша лекция называется «Взлом эзотерики. Как пробудить магическую энергию, привлечь удачу через тайные практики». Супер, супер, кстати, название. Попробуем все-таки взломать хоть как-то эзотерику и сделать так, чтобы она была более понятной. Также я веду сегодня эзотерический вебинар еще и в стриме в Инстаграм. Поэтому помните, что стримы в Инстаграм не могут длиться более 50 минут, поэтому через 50 минут это выключится. И вы сможете... Но если вы прямо сейчас хотите задать вопрос, то вам придется перейти на мою YouTube-страницу Андрея Дуйко и задать вопрос мне напрямую во время этого вебинара, так как открыта вебинарная комната, и вы можете зайти и задать свой вопрос. Так. Алекс Дриттер. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ученик школы. Супер. В последнее время со мной происходят какие-то мистические события. О, мистические это супер. От коты под машину прыгают. Один был рыжий. То синица залетела прямо в квартиру. Код проявления любви к человеку. И проявления нежности. В случае, если кот бросается вам под машину, то это проявление неудачи. И это может быть показателем какого-либо предательства, которое может идти со стороны человека, у которого светлый цвет волос. Так что обратите внимание, возможно это связано как-то с финансами или с отношениями. И опять-таки, если не обращать внимания на какие-либо события, которые происходят в жизни, то они просто никогда не исполняются. Поэтому, если вам это выгодно, обращайте внимание. Если нет, то нет. И синица залетела прямо в квартиру. Если синица залетела и вылетела, это хорошее известие о рождении какого-либо человека. Скорее всего, связанного с вашей семьей. А если бы синица залетела, ударилась и умерла, это бы говорило о том, что скоро умрет или погибнет очень близкий вам человек. Поэтому на птиц обращайте внимание. У меня сегодня день рождения, это очень хорошо. Поздравляю вас с днем рождения. Что необходимо делать в день рождения? В день рождения необходимо радоваться. Вообще, день рождения это начало жизни. Очередного нового года. Поэтому в случае, если человек проживет радостно, то его вся жизнь будет радостной. Но человек хочет... Иногда люди мне задают вопрос. Андрей Андреевич, как же прожить радостно? В случае, если радости-то, собственно, и нет никакой. В случае, если у вас нет психических заболеваний, но радость все равно не получается или не появляется в вашей жизни, то помните о том, что у нас существуют определенные положения тела, которые могут помочь человеку чувствовать радость. Какое это положение тела? Вы его все прекрасно знаете. Положите руки за голову, поднимите голову вверх и говорите, ой, да чего же мне хорошо. Если выполнять такое упражнение три раза в день по одной минуте, то в действительности жизнь выравнивается. Помните об этом. Если человек опускает голову вниз и говорит, ой, мне хорошо, и мне хорошо, ну не верит наше подсознание тому, что ему хорошо. Вот лучше, если поднять голову вверх и поставить так руки и сказать, ой, как мне плохо, как мне плохо, то подсознание не верит. Поэтому если глаза вверх, то наше подсознание верит, что все хорошо. Любая неприятность или любое психическое состояние, которое возникает в вашем сознании, в случае, если оно возникает в виде воспоминания негативного, сон приснился плохой, либо какое-либо событие, которое вас беспокоит и создает эхо в вашем организме, в случае, если это мешает вам, мучает вас, воспоминания о ком-либо, либо какие-либо будоражащие вас известия, либо что-либо еще, что является навязчивым для вас, что необходимо делать? Попробуйте склонить голову и смотреть вниз. Попробуйте второе представить это событие, которое мешает вам нормально существовать, будто вы его видите перед собой, так, как будто оно располагается под вашими ногами или впереди вашего тела. После чего на выдохе, представьте, будто вы это событие в виде такой картинки ставите перед собой, и после чего представляете, будто вы его поднимаете и смотрите вверх, как будто оно в небе. Обещаю вам, что любое событие, которое мешает вам нормально существовать, если его снизу переносить вверх, то оно после этого растворяется и больше не мешает вам жить. Это проверенный факт такой, пожалуйста, пользуйтесь. Так работает у нас нейропсихология, и так у нас работает сознание, и психоэнергия. В общем, это все очень эффективно, хотя не до конца объяснимо с позиции современной науки. Андрей Андреевич, Олена Артюшенко, вітаю, дякую, прохожу першу ступень, це диво. Дякую, дуже приємно. Хто ще, до речі, не пройшов мою першу ступень, до речі. А до речі було б пройти її, тому я вас прошу і запрошую, проходьте першу ступень моєї школи для того, щоб надалі бути більш успішним і не мати конкуренцію серед таких же людей, як ви. Комусь більш везе, чим вам, в кого фортуна більш развита, а в вас ні, вам щось заважає. Тоді проходьте першу ступень. Це дуже важливо, і я вам обіцяю, коли ви її пройдете, то вам буде легче і жити, і легче заробляти гроші, і легче мотивувати себе, і легче з хворобами, легче з друзями, легче з родиною. Все до того, щоб були ви розвиті і мали зовсім інше життя без конкурентності. Запрошую. Підскажіть, чи змінуватий місце проживання в найбільший час? Нет, я считаю, що вам не потрібно меність місце проживання. Це не приведет вас ні к чому позитивному, нікак не показує мене хорошую у вас життя, якщо ви зміняєте місце проживання. Собственно, як якщо ви навіть останетесь, не поміняється місце проживання. Тем не мене, я хочу вам сказати, в чем же євляється тайна, і що ви на самом деле іщете. Часто чоловік іщет можливість жити де-то для того, щоб в житті його що-то змінило. І тут є два варіанта. Він действительно оказався в тому місці, чи не в тому місці і не в то время. Тобто, у нього є ряд событий. Його знають по родителям, по йому, там, іще як-то знають. У нього круг общення такий замкнутий. І йому в житті не везет. Тобто, круг общення людей, які зациклені на одній задачі. Вас знают, як чоловік, який не спосібен зробити то-то, то-то. Ви попали в ментальні сети своєго міста проживання. І з-за цього у вас нічого не вийде. В цьому вийде хорошо уехати з того міста, де о вас все знают, в другое місце, де о вас нічого ніхто не знає, для того, щоб создати нове впечатление о себе. Але буває і так, що чоловік хоче чи думає, що при перемені місц слагаємих сумма буде зміняться. На самом деле, чоловік іщет счастья. І думає, що в случае, якщо він нещастлив, в тому місці, де він роботає, і перейдет в другое місце, чи в другу страну перейдет, чи в любой другой місце, йому станет краще. На самом деле, це не так. Ми дуже часто іщем счастье, але не спосібно це счастье ощущати. Так ми готові змінять мужчинам і жінчинам, искати когось на стороні, не понимає, що нікого ми не знайдем до того момента, поки в груди счастья не появиться, в груди любові не появиться, чи в груди тепло, чи какое-то теплое состояние, чувственность такая. Так ми іщем где-то любовь, где-то заботу, где-то счастье, метаємся по жизни, що-то іщем, і в итоге так його і не знаходимо. І це така бувається закономерність людей, які націлені на поиск, але не націлені на то, щоб знайти счастье. Я кажу все время, можна знайти счастье даже в розрушаючійся семье, якщо чоловік націлен на счастье. Як же його знаходить? Нужно каждое утро говорити, що вам нравится в жизни. Просыпаться прямо і произносить «мне нравится, «мне нравится», «мне нравится», «стена» «мне нравится», «мне нравится», «мне нравится», «пол!, «мне нравится». «Все нравится». Так постепенно ви себя обучаються тому, щоб хоче, що й koşу не в житание уважавать. В усіской осі беремен, що вам щось найвlikeся, дають ще більше для того, щоб щось іншого зребBNі. Ну, якщо люди живуть в принципі «мне не вражається», «мне не вражається», «мне не вражається», «мне не вражається», то жизнен так розвращивается Hope�лексня інцемpl persecuted злило. это можно про себя думать просто нравится это да нравится то пусть получается у вас здравствуйте познакомлюсь ли я до конца этого года с мужчиной для отношений в вашем вопросе есть подвох он связан с тем что вам необходимо именно до конца этого года до конца этого года осталось приблизительно ну не смогу я посчитать сколько дней сегодня 18 октября октябрь ноябрь декабрь то есть осталось еще ну грубо 80 дней то есть у вас прямо железная такая задача за 80 дней а хотя помните был же была книга написана когда-то 90 дней вокруг света а у вас выйти замуж за 80 дней хорошая история кстати как выйти замуж за 80 дней надо написать срочно такую лекцию и продать ее задорого кстати это очень хорошая возможность зарабатывать в дальнейшем на этом знаете сейчас если как говорили раньше если нечего сдавать в аренду тогда нужно что-то продавать говорит у нас продают только те кому нечего сдавать в аренду также и здесь знаете у нас работают только те кто не может сделать семинары не может его продать вот приблизительно так сейчас практически все люди которые вошли в интернет они активно активно создают сценарий создают вебинар и стараются их продавать и это на сегодняшний день является одной из уникальных систем для заработка вот пользуйтесь можете этим заниматься но вернемся все-таки к этой теме представьте себе длинную очередь в этой очереди стоит огромное количество людей представьте себе длинную очередь а человек который кормит этих людей только один это длинная очередь где люди стоят друг за другом и и в этих и все они имеют желание желание поесть а повар и раздатчик еды единственный ну допустим там высшие силы и каждому кладет он там котлету которая является фактически мужем и здесь сзади кто-то начинает кричать а мне быстрее всех не быстрее а мне нужнее всех а мне нужно 80 дней а мне нужно сто процентов а мне нужно и начинает рваться человек скажите куда будут ставить таких людей если перед этими высшими силами все на одном уровне будут ставить самый зад почему вы же наглых ставят назад поэтому до момента пока вы будете хотеть до этого момента у вас не будет получаться выйду ли я замуж за 80 дней никогда да хоть чем занимайтесь хоть ребёфингом занимайтесь там этими трансерфингом внимание ли там трансерфингом или занимая или ставьте какие-то аффирмации так нет не выйдете за 80 дней потому что в очереди самое важное это скромное терпение и понимание того что скоро выйдете но как же это изменить метод от дуйко как выйти все-таки замуж когда ничего не светит метод от дуйком звучит так у вас появляется страдания которые приходят или приводят вас к тому что вы не можете выйти замуж они возникают от того что у вас переживания там вот все вышли они вышла у нее хороший муж мне никакого как так а у меня есть вопрос у меня есть проблем не с претензии а вот был бы мужчина нам было бы легче смог бы снимать а я бы как всегда не работал и либо я бы работала на него и так далее решил бы вопрос а мне зубы лечить нужно и так далее как-то некрасиво женщину я обрисовал ладно хочется любви хочется чтобы меня кто-то любил ладно и содержал и очень хочется потому что через 80 дней деньги заканчиваются а что с нового года делать непонятно поэтому 80 дней срочно необходим и что необходимо делать у вас возникают эти состояния которые возникают и мучают вас вот в тот момент когда они вас мучают говорите поднимайте так руки и говорите высшие силы я страдаю от того что я до сих пор не замужем пусть мои страдания послужат моим откупом и моей покупкой в скором времени любимого мужа я отдаю свои страдания вам говорите так когда страдаете представляете будто вы отдаете эти страдания и я обещаю что в дальнейшем очень как говорят у нас в одессе быстро вы выйдете замуж это проверено сто процентов это работает потому что это эзотерика все про лохое что происходит с человеком является валютой которые можно покупать что-то хорошее многие этого не понимают и это хорошо ну и познакомлюсь ли я до конца года так а скорее всего да уже если я обратил на вас внимание теперь сто процентов познакомлю тося витаю андрей андреевич маю варикозно расширена вен особливо на ливий носи скажите будь ласка че варто рабыто операцию дяку за відповідь если вы сделаете подшивание вен которые являются операцией или там введете вещества там вазоконстрикторы да и эти вещества помогут вашим венам то конечно да то конечно да почему ну потому что такая операция будет стоить ну максимально там если это инъекционно то в максимально будет стоить там ну 600 долларов случае если это оперативное подшивание там по мухину это будет стоить ну сколько там ну я знаю с анестезией наверное местная анестезия будет не наверное общая все таки с общей анестезией 200 плюс еще 300 хоть 400 200 плюс 300 ну 500 долларов будет стоить а если вы начнете лечиться народными средствами начнете принимать рутину там 60 долларов дальше мазать какими-нибудь веществами которые будут сужать сосуды лечить печень потому что именно из-за печени это появляется лечить кишечник разжижать желчь потому что считается что из-за этого тоже это происходит нервную систему лечить но это хотя бы 77 каких-то препаратов лечить лечить целую систему необходимо будет на протяжении двух трех месяцев вот каждый месяц это обойдется вам там 200 в 300 долларов 300 умножить на 3 получается 600 операция за один час будет проведена будет стоить 500 долларов бады под сомнением как собственные препараты под сомнением там восстановят или не восстановят а вот медицинское влияние там подшивание вен наверняка улучшит общее состояние и сделает вас здоровыми итог цените время цените деньги и делайте операцию вот так вот все банально банально вам делать хорошо олено шейна добрый вечер дорогой андрей андреевич я в италии пригласили в другую страну на работу мне переехать менять работу остаться там где я нахожусь остаться или ехать показывают остаться переезжать на север италии показывают что в италии вам будет лучше чем куда либо ехать на север можете переезжать но так же хорошо как там где сейчас не будет будет точно так же слава всесвятого слава иисусу христу доброго мирного дня наш гуру я учениця школы кайлас дякую за все життя налагируется у меня будет развиваться профессия яка мне подобается подология там астер маникюру дуже буде дуже буде популярную вообще занимайтесь этим у вас очень хорошая профессия популяризируйте это очень часто люди забывают о том что вас никто не знает ищите возможность быть знаменитыми почаще выходите в социальные сети ведите инстаграм страницы ведите в тикток страницы рассказывайте о том что такое подология снимайте видео общайтесь с людьми ищите друзей коммуникация в этом случае является очень важным людей которые обращают внимание или у которых есть на сегодняшний день проблемы которые связаны с ногтевыми пластинами с кожей на ногах трещины грибковые заболевания какие-либо патологии кожные дермы и так далее это все там от язвы заканчивая и заканчивая трещинами фиброзами костными новообразованиями новообразованиями доброкачественными там кандиломами и липомами какими-то там кальциномами и грибками там экземами и прочим и прочим псориазом это все необходимо количество людей которые страдают этими заболеваниями в нашем регионе очень большое количество один из самых продаваемых мной препаратов это препарат который как раз для стоп поэтому конечно количество людей которым это необходимо громадное но многие люди у меня была такая история не коротко расскажу когда-то когда-то у меня была квартира ее потом продал у меня была плитка в этой квартире у меня был друг из Харькова он был ювелиром но потом он стал делать красивые бассейны и фонтаны он художник по образованию и очень красивый очень талантливый мазаист и он приехал ко мне домой и говорит андрей андреевич у тебя небольшая ванна давай тебе положу в знак того что мы друзья положу тебе плитку красиво и взял четыре оттенка плитки и сделал так в ванной плитке из маленьких таких кусочков делала это правда там три-четыре дня или пять дней и получилось такая такой рисунок за счет преломления света еле заметный но в случае если свет с одной стороны включается один рисунок случае если с другой другой рисунок в случае ну и очень очень красиво все мои гости друзья и домашние они заходили в эту ванну и все время как красиво как красиво потом ребенок был маленький слава ему уже 15 лет и был маленький я не знаю где-то взял там машинка такая металлическая у него была кто-то подарил из латуни и он этой машинкой ударил по плитке и отбил кусок плитки я ему звоню этому диме и говорю дима ты в киеве он говорит да слушай можешь приехать и сделать мне плиточку потому что мне так необходимо от пола не сейчас это мучает а сам я не умею потому что да никто не умеет кроме него я говорю все осталось у меня вот эти кусочки плитки в гараже я тебе все дам мне говорит андрей андреевич я к сожалению не смогу у меня на 8 месяцев запись то есть мне на 8 месяцев работы у меня приблизительно 15-20 заказов еще и там такие заказы я и на полу кладу плитку и на стены кладу из там то делаю то делаю но не могу подъехать извините вам придется ждать я очень долго вынужден был ждать еду я при этом в такси и один таксист мне говорит такие слова я говорю как дела он говорит да очень плохо и вот вынужден в такси работать хотя я очень хороший плиточник очень хороший плиточник я думаю как я ему говорю вы знаете вы хороший плиточник но нет работы сейчас вообще никто меня не заказывает нет работы все очень плохо я думаю как такое может быть у того очередь длиной в несколько километров а у этого нет очереди и этот таксистом вынужден работать и говорю приходите положите мне плитку вот я ваш заказчик так вот он не положил просто как попало просто взял и туда вот в этот кусочек там не знаю вклеил просто не к силу не городу вот эти четыре там или 5 этих плиток это было вообще сразу же было видно что это просто левый человек я конечно ему заплатил но потом дима приехал и передел тем не менее почему так происходит есть одни люди которые умеют хорошо делать а другие люди которые думают что хорошо умеют делать так вот у людей которые умеют хорошо делать у них всегда в очереди а у людей которые плохо делают которые хамят которые придумали что они хорошо делают который лишь бы сделать и деньги взять у них не очереди не людей как бы они себя не продавали так талантливые люди с красивыми ручками хорошо работающие умеющие у них есть то что называется сарафанное радио а у людей у которых плохо получается который не развивается в этом образе не развивается на этом поприще у них хоть сарафанная хоть нет все равно никто не приходит все равно так уж мир устроен понимаете так уж мир устроен поэтому милые мои делайте что-то хорошо становитесь специалистами презентуйте себя продвигайте себя делайте хорошо постоянно спрашиваете у человека вам понравилось вас все устроило вы довольны моим результатом узнавайте через время необходимо человеку продолжение работы с ним или нет необходимости помогайте людям у вас будет получать андрей андреевич передалось мне от бабушки основе дня могу видеть вещи и сны на таро всегда сбывается чем я обладаю от бабушки вам не передалось обладаете тем чем обладает большинство людей чем обладает большинство людей большинство людей великолепно гадают на таро большинство людей видят вещи и сны поэтому не заморачивайтесь если взять всех женщин мира то 99 процентов жить 90 процентов женщин все видят вещи и сны и в большинстве своем все великолепно умеют гадать на таро а почему же 10 процентов может вы 10 процентов 10 процентов а те те у кого есть нарушение психики и те кто не спит поэтому случае если вы не спите у вас нарушение психики случае если вы нервный человек и психованный человек ну возможно не можете сосредоточиться то тогда а так все люди каждый человек ясновидящий через любой инструментом возьмите кубики если умеете погадайте будет все показывать точно маятник можно сделать он тоже хорошо гадает так так этому это так преувеличили это ясновидение же такое то я это вообще это все полная ерунда каждый человек берет карты если умеет может гадать все это нормально долго гадайте на картах приходят картинки вот те картинки которые приходят их можно видеть и развивать это как во сне знаете проснулся а сон еще идет точно так же и в этом ясновидении как будто сон еще там продолжается вот задаете туда вопрос там показывают что показали то и будет с каждым годом просто все лучше и лучше показывают только в том случае если ты все добрее и лучше после если ты какашка то не показывает видно высшим силам нужно от человека чтобы он знал будущее или не знал как-то так спасибо андрей андреевич за бесценный подарок у меня сын на речь очень болен при удалении лимфоузлов сосуды уже девять месяцев не знают врачи что делать жидкость выходит брюши но он поправится будет будет мучиться нужно будет делать еще раз операцию это неприятно конечно то что я говорю в дальнейшем но пусть выздоравливать трассе уважаемый андрей д скажите пожалуйста какие есть виды поста например желтые белые так далее большое спасибо каждому каждый год есть влияние определенного божества в случае если это божество допустим там допустим хани то черный пост если это хирука то это фиолетовый пост если это год посту и так далее есть тибетский календарь есть китайский календарь есть индуистский календарь есть календарь майя и так далее есть целая такая у меня лекция она называется лекция о постах, какие посты применять. Каждый год я говорю, какие, по моему мнению, посты могут помочь человеку быть счастливым. В этом году человек должен использовать желтый пост, не в этом, а на следующий год. То есть один раз в пятницу совершать желтый пост, это кушать продукты желтого цвета, носить желтую и зеленую одежду. И что это даст? Воссоединение семьи и материальное благополучие. Нечаева Тамара, добрый день, будет ли лучше для меня и мужа переехать работать в Китай? Показываю, да, меня зовут Якушкина, скажите, есть ли на мне порча дата рождения 4.09.1966? Нет, у вас порчи я не вижу, но я вижу у вас психическое расстройство. Оно называется тревожное расстройство. Вот это тревожное расстройство впору бы начать лечить, а надо бы, надо бы, иначе вы плавненько ухудшите свое состояние. Оно будет связано с паническими атаками, бессонницей, обвинениями, потом добавится автоматизм, будете думать, что на вас кто-то влияет без конца, не дай бог попадете еще в руки не очень хороших людей, которые будут вам голову морочить и говорить, мы вас спасем от порчи, главное деньги плати и так далее и тому подобное. Знаете, когда вы идете к кому-либо убирать порчу, в случае, если вам человек это говорит, у тебя порча и я могу помочь тебе это убрать, то обязательно скажите, вы гарантируете устранение порчи перед тем, как он начнет это делать. Человек вам скажет, тогда я буду с вами работать. Человек говорит, да, я уберу у тебя эту порчу 100%. Говорите, хорошо, давай сразу договоримся, в случае, за какое время ты сможешь убрать мне эту порчу. Человек говорит, я смогу убрать это за один или за пять раз. Хорошо. За какую сумму денег ты можешь мне убрать эту порчу? Человек говорит, я могу убрать ее за 100 долларов, вот там, допустим. Говорите, хорошо, но скажи мне, в тот момент, когда ты уберешь у меня порчу, что я буду ощущать? Раз. И второе, что будет, если я не буду ощущать того, что должно быть мной ощутимо? И в случае, если все не пойдет так, как ты говоришь, сможешь ли ты мне после этого вернуть деньги за тобой проделанную работу? То есть, я хочу быть гарантированно очищен от порчи. Если ты не можешь очистить меня от порчи, то тогда и не берись. Правильно ведь я говорю, да? А так человеку говорят, я тебя от порчи уберу, порчи уберу, давай ходи ко мне. Там взяли деньги, человек говорит, все, у меня больше денег. Нет, все, я не могу порчи убрать. Чем ты занимался до этого, если ты порчи не убрал? Сколько можно было взять у меня все деньги? Тогда давай мне деньги, я буду искать того, кто порчу будет убирать. Эх. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, отчего умер мой пациент? Четыре месяца мальчик, хуру. Причина – остановка сердца. Шел на поправку. Попросила помощи Таню через космос, помочь энергии. Милая моя Светлана Ильина, я хочу вам сказать, что я в этом всем ни при чем. Смотрите, вы у Таню просили, вы космос какой-то просили, вы меня сейчас спросите, почему пациент умер и так далее. Кто вы вообще, чтобы пользоваться мной? Кто вы? Какой космос вам должен был помочь? Я не понимаю. Я не понимаю. Я вообще не понимаю ни одного слова, то, что вы написали. Зачем мне нужно сейчас ковыряться в этом? Какую вы ставите? Ну хорошо, вы узнаете, мальчик умер от пролапса сердечного клапана. Почему он умер? Потому что ему ваша помощь никак не помогала, и он, скорее всего, должен был получать правильную медицинскую помощь. Почему? Очень много людей, которые считают себя целителями, такими не являются. Почему? Они вот внушают, они думают, что им говорят, вот теперь ты целитель, вот давай рейки там или чего что-то. Человек говорит, вот я сам себе помогаю. Это ничего не значит. Для того, чтобы становиться целителями, надо видеть органы. Для того, чтобы стать целителями, надо видеть тенденции развития заболевания, надо иметь какое-нибудь оборудование, там, допустим, неинвазийный анализатор крови. Поработали с человеком, после этого провели исследование неинвазийного анализатора крови, и посмотрите, что было до и было после. Я запишу видео, вот положу человека, смотрите, я запишу видео на следующей неделе. У меня есть неинвазийный анализатор крови. Ставишь на человека, он делает 100, там, 17 анализов крови, которые есть у человека. Это за 5 минут происходит. И после этого я покажу, положу руки на 3-5-7 минут. И после этого сделаю второй раз исследование крови, увидите, какая разница. Есть такая работа с человеком, когда человек может это сделать мгновенно. А когда человек ходит, там, кто-то, вы им читаете, что вы помогаете. Там, знаете, есть целый ряд методов. Там, один из методов, там, представь, будто в сердце у тебя доброта. Представь, будто это огонь. Представь, будто этот огонь идет в землю, смешивается с землей. Представь, будто это идет в небо, смешивается с энергией космоса. Представь, будто это из тебя выходит после этого, ты туда ставишь программу, пусть ребенок будет здоров, представляешь, там золотым. Когда человек вот таким образом проникает в другого человека и наполняет его, то он должен знать, разный цвет энергии по-разному влияет. Так если золотом наполнять, то обострятся заболевания, связанные с правой стороной. Выделение желчи и воспаление печени может ухудшить состояние, также может перейти все в гиперфункцию, бессонница, воспалительные процессы вены. А если белым, а если белым могут начаться панические атаки, депрессивные эпизоды, нервная система может, также у человека может произойти ухудшение кожи, по принципу засыхания, перхоть, волосы могут высыпаться. А если зеленым, а если зеленым позвоночник вылечится, но могут быть заболевания связанные, селезенка, иммунитет, носоглотка начнет болеть. Если фиолетовым, половые органы полечите, психические заболевания. А если черным, гипертония исчезнет, зато мочеиспускание станет хуже и так далее. Это не гиплы-мыплы. Это такая эзотерическая медицина, которую нужно изучать. И она не гоп-стоп. Нельзя гоп-стопом научиться, даже исцелять. Это целая система. Ей обучаются. И обучаются там, ну хотя бы 10 дней, знаете. И еще человек должен потом научиться это все, запомнить, знать, что это, почувствовать, развить в себе это, видеть это в дальнейшем. Или использовать какие-то инструменты. А так я вот в бубен постучал, я себе вот придумал космос и так далее. Почему он умер? Потому что он должен был получить медицинскую помощь. А вы деньги взяли, медицинскую помощь ему не оказали. А что он умер? Ну так надо было, чтобы врачи им занимались, а не вы. Умер, потому что он должен был получать медицинскую помощь, а не вами придуманные какие-то методы. А вы себя кем подумали? Вы подумали, что вы прямо очень модный целитель и мертвых будете из гроба доставать. Нет. Почему вы решили, что у вас это должно хорошо получаться? Одна из особенностей целителя, рано или поздно столкнуться со своим разочарованием. Это частое явление, но у всех происходит. И для того, чтобы такого разочарования не было, пройдите мой семинар, трехдневный семинар целителя. Станьте по-настоящему мегаэффективным и ярким целителем. Научитесь быть эффективным целителем. Это возможно. И этому... Там я даю более тысячи методов, как можно исцелять другого человека из себя. Помогает ли это? Вот перед вами сидит человек, который ничем не страдает. 50 лет. Пять раз в неделю интимные отношения. Ем, что хочу. Спортом занимаюсь. Веду не знаю, какой образ жизни. Много сил, много работаю, много зарабатываю. Много встречаюсь, много езжу, много живу. Поздно ложусь, рано встаю, много читаю. Читаю мантры, работаю с учениками, встречаюсь с людьми. Провожу вебинары и так далее. Много энергии. Скажите, в чем особенность? За спиной онкологическая болезнь. Успешная победа этого. Почему? Я знаю, что такое быть целителем. Я знаю, где находятся эти энергии. Как с ними работать и как можно этим всем управлять. А когда человек, мне плохо, я болею, мне плохо, у меня тревожность. Мне плохо, еще что-то, мне плохо. Ну так, начните с себя. Это говорит о том, что та информация, которой вы пользуетесь, она, скорее всего, эта информация неэффективна. Часто нужно просто себе в этом признаться. Просто себе признаться. Чтобы не обманывать людей. Через космос помогали. Что вам космос может там помочь? Добрый вечер, Андрей Андреевич. Я ваша ученица. Скажите, когда у меня будут внуки? Через два года точно будет. Наталья Таран. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Гуляли с дочкой и нам с балкона на голову насыпали соль. Это был ритуал какой-то. Часто для того, чтобы найти работу, с окна соль высыпают. Можно вот так поставить руку, покрутить, сказать, пусть я скоро найду работу. Взять соль и выбросить в окно. На людей, если куда-то упадет, никак не подействует. Ничего в этом страшного нет. Но работу человек найдет. В случае, если сверху на голову соль сыпется, соль есть сила земли и потенция земли. Поэтому это хороший знак, если сверху на человека соль сыпется. Соль это золото. Раньше, в средние века, соль считали наравне с золотом. Один килограмм соли стоил, как 10 граммов золота, как золотая монетка. Многие люди, которые проживали в средней полосе Европы, они не ели соли, потому что ее просто не было. И соль ее добывали в Италии, в Испании, везли на караванах, очень долго ее доставляли. В Черном море, там турки были. И из-за этого соли было очень мало, и она была очень дорогой. Соль и специи, это много денег стоило. И до того момента, конечно, использовали соль, и она была дорогой, и соль была не всем по карману. Считается, что соль это красота. Когда человеку сверху сыпят соль. Когда человек приезжает на море и купается, то соленая вода убирает и болезни кожи, и человек моложе становится, и красивее, и так далее, и тому подобное. Так уж это все устроено. Я с этим всем согласен. Соль дает потенцию. Просто есть обряды с солью. Не отдавайте соль кому-либо в долг. Не давайте соль ночью. Потому что так человек заберет что? Потенцию. Обычно забирают потенцию. Вот у женщины лежащий муж лежит на кровати, ничего не хочет делать. Выпьет пиво и лежит. Она говорит, он лежит, он ничего не хочет делать. Так понятно, что лежит. У него, скорее всего, депрессия, состояние тревожности. Он, видимо, нуждается в психиатрическом или психологическом восстановлении и лечении. Или диабет. Или просто лежит. Ну, просто так мужчина не может лежать. Может, секса нет, тестостерон не формируется. Нет тестостерона, нет действия. И она вдруг решает что-то делать. Сын лежит, муж лежит, никто не работает, никто ничего не хочет. И проводят такой обряд. Идет и берет у кого-нибудь соль. Если взять у кого-то ночью соли в долг, положить эту соль себе под подушку или где-то на кухне, чтобы она лежала, то можно обменять. Получается, лень их уходит к вам, а ее лень их мужей и сыновей идет на вашего мужа. И после этого ваш может лечь. Это называется цыганский переклад. Как избавиться? Если кто-то занял соль, то скажите, оплата произведена и в окно выбросьте мелочь. И все. Говорите, это оплата за соль и выбросьте мелочь в окно. Подскажите, появится ли у меня скоро мужчина для серьезных отношений? И да, добрый день, приветствую, появится. Нет ни одной женщины, у которой бы, если женщина хочет, и у нее есть желание, и есть задача такая, то появляется мгновенно, прям мгновенно появляется. Главное улыбаться и не ходить такой суровой и кислой. Я кислая. А где же его взять? Послушайте. Там, где женщина работает, и там, где женщина отдыхает, там вы его не возьмете. Все остальные места подходят. Почему? Кем ты работаешь? Бухгалтером. Что ты делаешь? Сижу целый день. Ну что, где он должен взяться? А потом иду домой. То есть, вот эти 45 минут, когда вы идете домой, едете на автобусе домой, он должен найтись. Вы хотите хорошего мужчину, чтобы он к автобусе к вам подошел? А ну, много мужчин в автобусе знакомятся? В метро. В метро шумно. Он будет подходить, и это будет похоже. Можно с вами познакомиться? Что? Познакомиться с вами. Можно? Скажут, нет, боже, иди от меня. Фу. Тогда где они должны знакомиться? Где? Где они должны знакомиться? Ну, у вас будет. Я ученица. Скажите, как пользоваться хрустальным шаром? Берете хрустальный шар, и хрустальный шар – это открытие в астральный мир. Что необходимо делать? Все, что человек представляет в хрустальном шаре, все в жизни не произойдет. Если вот смотрите в хрустальный шар и думаете, вот меня посадят, меня посадят, неприятности эти люди, они говорят гадости и так далее, то все, у людей будут неприятности, и они уйдут из вашей жизни, этих гадостей не будет, и вас не посадят и так далее. Все, шар забирает. То есть, мои соседи кричат, мои соседи кричат, че они кричат, мои соседи кричат, че они кричат. Все, если вы это говорите и смотрите в хрустальный шар, то соседи перестанут кричать, возможно, даже соседями больше не будут. Оль-Охумор, Назаров, ой-Хумор, красивое имя. Добрый вечер, Андрей, у меня одна сын, одна сын сноха каждый день, инскандаливаются, я устала, помогите мне, инскандаливаются. Представляете сноху, представляете вашего сына и мысленно представляете, будто обматываете их ватой, обматываете ватой, говорите, чтобы были, чтобы жили хорошо, чтобы друг друга любили. А потом представляете, будто они в вате друг друга обнимают, прям крепко-крепко, и целуют прям друг друга в щеке. И он ей говорит, ты моя любимая, она говорит, ты мой самый дорогой. Сноха это ж невестка, наверное. Я даже не знаю, кто это. Снаха каждый день скандалируется от их. Это бедненькая как-то снаха. И надо срочно что-то делать. Ват их обмотайся. Вера Кериндясова, подскажите, пожалуйста, когда начнется? Началось. Здравствуйте, уважаемый Андрей. Вера, я так рад вас видеть. Скоро откроется офис в Киеве. Я буду ездить в Киеве. Иногда в офисе буду находиться. Приглашаю вас встретиться. Кстати, а у меня же 16 ноября день рождения. Вот это да, я только что вспомнил. А уже у нас ровно через месяц. Уже даже меньше месяца. Вот это да. Обычно мне на день рождения пишут. Андрей Андреевич, дайте какой-нибудь подарок нам на ваше день рождения. Слушайте, раньше давали на день рождения подарки людям. А сейчас просят, чтобы я давал вам подарки на день рождения моё. Ну, вы даёте. Ну, вы даёте. Ну, наглость такая. Наглость – второе счастье. Знаете, у иудеев, кстати, начался уже праздник. Огромное спасибо за шофар, который вы мне отправили. Сегодня все дети дудели час целый в шофар. Это сукот скоро начнётся. Это девятидневный сейчас праздник. Каждый день нужно радоваться и использовать, и испытывать состояние счастья. Вы знаете, что сейчас грустить нельзя. Нужно каждый день испытывать состояние счастья и радости. Танцевать, включать прекрасную музыку, поддерживать близких, обниматься, заниматься любовью, говорить прекрасные слова, стихи читать, на ночь слушать музыку, которая вдохновляет, поднимает настроение, ни за что не переживать. И делать так, ну, хотя бы девять дней. Ну, хотя бы девять дней. А так вообще жить нужно всегда. Человек говорит, ну, так Родина в опасности, что делать? У нас там русские, нас бомбят и так далее. Не можешь ничего изменить. Не можешь ничего изменить. Получает жизнью удовольствие. Я это в жизни своей испытал. Я очень долго не мог ничего в жизни изменить и загонял себя. Мне было всё хуже, хуже, всё хуже, 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 хуже. До какого-то момента, когда уже стало так хуже, что стало невыносимо. Вот с того момента я себе придумал, что я не буду больше страдать. Я понял, что страдания это мои исключительно прерогативы. То есть я сам себя загоняю. Я так себя воспитал, что уже радоваться ни от чего не умею, не хочу, не научен. Всех во всём обвиняю и так далее. И после этого начал себя по чуть-чуть обучать. Я даже могу сказать, что я в детстве думал, что будет у меня кожаная куртка, буду счастливым. Куртка появилась, счастья нет. Будет у меня вот эта красивая женщина, буду ей владеть, буду самым счастливым. Женщина появилась, счастья не появилось. Будет своя квартира, буду счастливым. Квартира появилась, счастья нет. Будет свой бизнес, буду зарабатывать много. Много начал зарабатывать, бизнес появился, счастья не появилось. И у меня до какого-то момента пришла такая идея. А было путешествие когда-то, я был в Индии, там был человек, он возле севера Индии занимался простираниями, там возле храма, и такой счастливый, есть куриц стоит, одно за одной, и говорит мне, со мной был человек, он переводчик, и он индус сам, и говорит, я говорю, я хочу с ним поговорить, что он такой счастливый. Он мне говорит, я счастлив, потому что я живу, и мне все нравится, а ты счастлив? А говорит, у тебя много денег? Я говорю, да, у меня много денег, я хорошо зарабатываю. Он говорит, а у меня нет денег. Я говорю, отчего ж ты счастлив? Он говорит мне, просто так, я просто так счастлив. Для меня это было таким внутренним открытием, я пашу с утра до ночи, я работаю 24 часа, я езжу что-то, смотрю, обучаюсь постоянно, там институт, училище, техникум, школа, мама, семья, дети, работа бесконечная, там вперед. Ты все пропускал, знаете, все пропускал, и вечно всем недовольным. Утром вставал, и ты не такая, то не так, дети не так, и это не так, и это не так, на работе не так, и время не такое, люди не такие, все не так, все вокруг не так. Боже мой, это я не так. Я даже когда-то имел такую модель, как-то спросил психолог у людей, я там был на этой конференции психологов, спросил люди, кто бы хотел, кем бы кто хотел быть, если бы вам нужно было бы переродиться, но только в виде животного. И я, конечно, не ответил, но подумал, я бы хотел быть собакой. И почему? Потому что я такой злой был, на всех гавкал бесконечно, на всех гавкал, на всех рычал, ко всем имел претензии, был бы собакой злой, продолжалось бы во мне это. А со мной была там рядом девушка, и эта девушка, она говорит, а я бы хотела кошечкой быть, чтобы меня все гладили, все гладили. Я думаю, спустя годы уже, я тогда ничего не думал, спустя годы я понял, что девушке не хватало любви, она хотела, чтобы кто-то о ней заботился, чтобы восхищался ее красотой. А мне не хватало быть злым, мне настолько хотелось, чтобы весь мир становился, как я, чтобы весь мир ненавидел, чтобы весь мир гавкал друг на друга, как собаки, чтобы были. Сейчас я не такой. Сейчас, если бы у меня был выбор, я бы стал коровой красной и давал бы молоко. Ел бы сено, думал, наверное, бы о чем-нибудь там себе втыкал, смотрел бы в одну точку и лежал бы, все время находясь в состоянии наслаждения. Не знаю, мне бы коровой лучше всего, но тогда я хотел быть собакой. Поэтому я хочу сказать вам, что радость это то, что нужно найти. Ищите ее, пробуйте, это очень важно. Нельзя найти радость, если ее нет, но можно научить себя хоть по чуть-чуть радоваться. Люди, лишенные радости, люди, лишенные возможности найти хотя бы в чем-то радость, люди, не могущие расслабиться для того, чтобы ее ощутить, несчастные. Вот это и есть, наверное, и порча, и проклятие, и все остальное. Я вспоминаю этого человека, лишенного всего, ползающего и курящего, и голодного, и холодного. Он был счастлив, почему? Он находил в себе возможности хоть от чего-то наслаждаться. А у меня все было, и я ничего не мог найти. С тех времен я понял, что материальное, оно может создать условия для того, чтобы расширить радость, но сделать нас радостными не может. Так что ни миллионы, ни миллиарды не делают радостными людей. Я сегодня общался с человеком, они мега богатые. Они настолько богатые, что даже сложно представить. Они владельцы заводов, газет, пароходов, владельцы самых крупных отелей в Украине. Ну, вообще, там, первые люди в нашей стране. Я вот разговариваю, он говорит, да нет, у меня радости никакой, что-то так все меня замучило. Так что я могу сказать вам, что богатые тоже страдают от того, что радости не испытывают. Моя знакомая экстрасенс увидела, что я могу телепатически общаться с инопланетной цивилизацией. Они наблюдают за мной, якобы это связано с моей ДНК. Это правда или у меня крыша ку-ку? У вас крыша ку-ку. И у вашей экстрасенши тоже. Люди очень часто придумывают себе истории, что они какие-то особенные. Милые мои друзья, мы все особенные, все абсолютно. И как один между собой, все одинаковые. Наша особенность в том, что мы рождены и живем. И мы являемся уникальными, каждый по-своему. А сказать вам, что вы уникальнее других, таких же, как вы, не стоит. Об этом говорил Иисус Христос. Он говорил, не нужно быть выше других людей, будьте такими же, как все. Если человек считает себя выше или уникальным, или так далее, то это нездорово. Если, зачем инопланетянам вы и телепатические общения с вами, еще и ради вашего ДНК, чтобы вы почувствовали свою особенность. У меня была группа когда-то знакомых, и они меня пригласили, они инопланетяне, типа они себя считают людьми, которые спасают мир от инопланетного вторжения. Они собираются в лесу, становятся в круг, и четыре взрослых женщины и два взрослых мужчины, болеющих, два из них болеющих с сахарным диабетом, одна туберкулезом. В детстве, наверное, может и сейчас, но очень больные. И они считают, что один из них говорит, инструктор говорит, что вот они сейчас должны поразить город такой-то, такой-то вирусами, все люди умрут и так далее. И мы можем сегодня защитить их, я вижу их флагманы в небе, в космосе, давайте возьмемся за руки. И они берутся за руки и читают за ним слога, там, ага-та-мы-ла, чик-чер-мак-так-дык и так далее. И после этого запускают они желтый луч и умершляют флагманы инопланетных созданий, которые после этого поражены от силы и могущества одного туберкулезного или болеющего туберкулеза и двух человек, болеющих с сахарным диабетом и ожирением женщин и аллопеции, справиться и спасти целый город. Конечно, пусть это будет. Вы мне скажете, Андрей Андреевич, как это пусть будет? Ну это супер, жил я себе, жил, и в моей жизни все плохо, дети меня не любят, на работе я не состоялся. Жил как премудрый пескарь у Салтыкова-Щедрина, который вылазил, говорил, что я там еще не видел, буду сидеть, или как человек во фраке, знаете. Там хотелось, да не моглось, к женщине понравилось, да не подошел, там женился на какой получилось или какая дала, жил как бы так, чтобы лишнего ничего не делать, там завидовал, никогда ничего не пробовал и так далее. И после этого жизнь такая, можно сказать, обывательская одного человека. Жизнь, в которой нет праздника дома, потому что вечный беспорядок, беспорядок в душе, беспорядок в голове, беспорядок вокруг, беспорядок во всем. Ну, может быть, это украшивает алкоголь и там вермишель с майонезом обжирания сладкого. И это все, конечно, печально, такая средняя статистическая жизнь беззубого человека, почему беззубого денег нет, а где их взять, если нет, обо всем виноват и кто-то. И вдруг такой шанс, шанс состояться в этом мире, при помощи чего? Ну, это же шанс стать кем-то. Для того, чтобы стать медиком, нужно было обучаться в училище, в техникуме, в институте, интернатура. После этого еще и там пробовать работать, без денег, где-то рядом с кем-то стоять, там получать. Это куча времени, куча нужно было что-то изучать, читать, придумывать, что-то зазубривать, что-то до сих пор читать. А здесь тебе талант, ты сразу же автоматически становишься мега-существом, которым ДНК и которое может как лупанет там по всем и все. И спасет, наконец-то, этот мир от чумы. И все, у человека сразу же прогресс такой. Он говорит, да вы даже не представляете, кто я. Это вам кажется, что я обычная полная женщина, болеющая артритом, артрозом тазобедренного сустава, имеющая псориаз и плохие зубы. Вам так кажется, на самом деле, во мне такое ДНК, что я как жахну сейчас белым лучом и спасу этот мир. Спасители вперед. Ну и самомотивация, представляете, самомотивация спасать. А сколько гордости потом в жизни у такого человека. Он будет гордым ходить, потому что он будет понимать, что на него возложена миссия спасения этого человека. Он говорит, супер, это же прекрасная жизнь. Да, можно сказать, что она не очень честная. Возможно, здесь есть обман или самообман. Такое есть тоже. Человеку для того, чтобы... Знаете, как много женщин специально себя обманывают, чтобы спать с мужчинами. Обман очень часто может помочь человеку мотивироваться. Обманув другого человека, кто-то может жить счастливо очень долгое время за счет того, что кто-то живет... Да много всего есть. Миром же не только правда управляет. Управляет еще обман. Как посмотришь телевизор, вообще улыбаться начинаешь. Вообще, знаете, Моисею в свое время не нужно было доставать такие сложные скрижали, где было так много всего написано. Но пусть. Пути Господни неисповедимы. Никакого у меня нет для этого ни права, ни опыта, ни чего-либо для того, чтобы указывать, что нужно было Богу говорить иудеям. Но я могу сказать, что гораздо правильнее, по моему мнению, но я понимаю, что Бог мог это сказать, но не сказал специально. Но гораздо правильнее было сказать, что те, кто врут, в ад попадут. И те, кто хитрят в ад попадут, это смертные грехи. Схитрил это, все остальное. Украл это, схитрил, убил это, схитрил. Будь честным. И второе, не хитри. Все, две заповеди. Будешь честным, в рай попадешь. Будешь хитрым, в ад. Все. И все остальное. Все. Предельно понятная система. Если бы людей обучали с самого рождения, что есть ад и рай, будешь хитрить в ад, будешь честным в рай, то мир был бы идеальным. Вот идеально-идеальным, идеально-идеальным. Мы бы уже жили в раю. Почему? Послушайте, если бы не хитрили те люди, которые хитрят, всем было бы хорошо. Хитрость, по моему мнению, один из самых тяжких грехов. Но бывает и так. Но самообман, ощущение своего превосходства может мотивировать человека для того, чтобы он вновь почувствовал, что его жизнь, она необходима. И пусть это будет, знаете. Пусть человек ощущает себя спасающим, спасателем. Пусть это мотивирует, заставляет его. Пусть так. Это тоже хорошо. Эволюция и Бог, они устроили все таким образом, что нам, обычным людям, ну многое непонятно и очень сложно понять, где же на самом деле истина. Так что нет у нас никакого особенного ДНК ни у кого. И нет у нас... Есть, конечно, есть заболевания ДНК, там всевозможные есть заболевания. Может, они хотят вас выкрасть и сделать из вашего ДНК вирус, которым они хотят отравить целую конгломерацию планет. Лучше молчите, не связывайтесь больше с ними. А мне не везет в Италии. Может, вернуться в Молдову. Возвращайтесь, Молдова вам энергетически подходит. Елена Клеветенко. Андрей Андреевич, скажите, с сыном все будет хорошо? Он в Киеве учится и работает. Учебу забросил, работает. Хорошо получится. У него получится и учеба, и женится, и жизнь состоится. Хороший парень. Ольга, нужно ли мне делать операцию по-женски и справлюсь без нее? Не справитесь без нее, без этой операции. К сожалению, операцию придется делать. Но зато после операции будет у вас улучшение. Анемия исчезнет, похудеете, живот спадет. Очень хорошо. Ноги перестанут отекать. Очень хорошее будет состояние. Смело делайте, вы будете довольны. Алла, я иногда говорю, что нет, но в вашем случае гарантировано наверняка улучшение. Анна Чабаненко. Добрый день. Моему сыну 37, женат. Когда он живется? В 41-42. Андрей Андреевич, благодаря вашим курсам открыла для себя другой мир. Благости вам. Ну, что ж, приятно. Какие из курсов вы проходили? А ну-ка. Наталья Справедливая. Перспективы моей дочери с замужеством. Подскажите, пожалуйста. Наташа, она замуж выйдет. Я вам это говорил. Она замуж выйдет. Не переживайте и не бойтесь по этому поводу. Пусть это не будет самым важным и самым главным. Она просто хочет решить этим свои вопросы. А ей не нужно. Она должна сначала реализоваться. Пусть она выходит и делает какие-то видео. Или работает с какой-нибудь компанией как фотограф. Или работает дизайнером. Вот ей надо реализация. Ее реализация напрямую связана с ее замужеством. До того момента, пока она не реализует себя, замужество будет затруднено. Ваша подагра, она связана с тем, что у вас диарея. Вам необходимо сначала восстановить свой ЖКТ. Каким образом это сделать? Подагру вылечить несложно. Есть препарат колхицин в Украине. Продается две таблетки два раза в день. Но вылечить вот такую диарею, которая у вас возникает на фоне хронического колита. Язвенного. Ну, сложно. А каким образом это нужно? Пепсин нужно принимать. Каолин. Мои препараты антитокс. Лизоцин принимать. Настойку прополюса. И изменить продукты питания. Из рациона питания убрать белки молочные. Убрать красное мясо. Кушать много дыни, как ни странно. В вашем случае. Кукурузу. Убрать острые специи. Категорически не принимать алкоголь. Меньше нервничать. Больше спать. Пить много воды. Но только не ходить в сауну. Потому что теряете жидкость. И самое основное. Это можно попить обычную настойку. Она называется анис на нашатыре. Анис на аммиаке. Есть настойка такая. Называется анисово-нашатырные капли. Они обычно. Ими обычно лечат последствия бронхита. Вот принимаете их по 30 капель на ложку воды 2-3 раза в день. Один месяц и забудете о том, что когда-либо болели подагрой. Андрей Андреевич подскажите. Дыхание утром медленный вдох или медленный выдох. Дыхание утром вдох. Дыхание вечером выдох. На ночь если дышать через зубы или через язык. Утром будет энергия. Если утром выдыхать очень длинно. То тогда целый день будет повышенная энергия. Можно и так. Там так сложно. Знаете. Какую цель? Здесь зависит от того, какую вы цель ставите. Не понял ваш вопрос, кстати. Прошли третью ступень. Спасибо большое. Завтра у дочери Софии день рождения. 16 лет. Муж прошел первый ступень. Поздравляю искренне. Мария в возрасте 32. Вышла замуж, родила детяк. Выйдет замуж, родит детяк. А если не выйдет и не родит. Что мне нужно будет сделать? Детя моя, что я должен сказать? Вы мне заставляете сказать то, что вы хотите. А если я вижу плохо, мне надо говорить или нет? Не заставляйте меня предсказывать такие события. Выйдет. Если она другого... Ладно, это мне вообще не касается. Слушайте, проходите первую ступень. Анна Вартанян. А скажите мне, друзья, а кто из вас еще не подписался? Вот сейчас я вижу вас здесь больше тысячи... Сейчас скажу. Тысячи 60 минут. Около 2500 человек. Скажите, почему никто из вас не поставил лайк? Только 35 человек. Вам что, сложно нажать на лайк? Я тут распинаюсь перед вами. Лайк вот здесь вот под видео. Такой палец. Все сложно надавить на него. Вам сложно на него надавить? То надавите на него. Что вы там ставите сердечки? Они там не нужны. Сердечки там себе оставьте. Лайк под видео поставьте. И подпишитесь непременно. И сделайте это прямо сейчас. А то сейчас как все закончу. Бизнес то приносит доход, то идет спать. Может наладить торговлю. Да, получится у вас. Выходите в ТикТок и будет получаться. Выходите в ТикТок. Просто одевайтесь, становитесь. Одевайте второй, становитесь. Десятисекундные ролики. Выпускайте и будет у вас куча продаж. Милые друзья, которые мне пишут в Инстаграм. Уважаемые господа. Я не отвечаю на вопросы, которые вы пишете в Инстаграме. Я отвечаю на вопросы, которые мне задают в Ютуб. И я это говорил в самом начале. Поэтому извините. Меня не хватает сразу же на два канала. Хватает только на один. Поэтому переходите в Ютуб. Мой канал называется Андрей Дуйко. Там идет сейчас трансляция. И задавайте там вопросы. Андрей Андрей, скажите, останется ли за мной моя квартира на оккупированной территории? Говорят, ЛНР будут отбирать. Так уже отобрали. Уже отобрали. И уже вам ничего не будет принадлежать. Вообще, если там вас нет, то их нет. Я даже больше скажу. У многих позабирали даже там, где жили. И переселили в другие места. Там идет планомерное отбирание. Это же особенность такая. Захвати территорию, выгони людей, продай это под какие-то кредиты и заработай на этом деньги. Это же такая тема. Это же тема такая. Поэтому надо было, пока там находились, быстро продать. Когда уехали, все. Даже если там изменится обстановка и все будет, как должно быть, а все будет со временем, то нужно будет это делать только через судебные иски, через судебные разбирательства и так далее. Ну, вы, скорее всего, сможете заработать на этом. Но в ближайшее время никак. Доброго вечера, Андрей Андреевич. Скажите, будь ласка, я застрину кохом. Ну, какие вы смешные. Болит спина. Какая причина? Причина в поджелудочной железе. Неправильное питание приводит к тому, что появляется хронический панкреатит. Из-за этого и болит спина. Ну, правильно говорить, позвоночник. Вот если бы полечили поджелудочную железу, попейте просто ферменты для поджелудочной железы, позвоночник перестанет болеть. Какие есть методы лечения позвоночника? Эзотерический метод. Носите зеленую футболку, носите зеленую ниточку на пояснице, лежите на аппликаторе Лепко по 10 минут перед сном. Перестанет кружиться голова. И избавитесь от бессонницы. И избавитесь от заболеваний позвоночника. Лайля Саранбаева. Чем можно заниматься, чтобы зарабатывать? А что, мало чем заниматься, чтобы зарабатывать? Чем мало заниматься? По-моему, вообще, чем хочешь, можно заниматься и зарабатывать. Мир так устроен, что бы ты ни сделал, это можно продать. Тогда почему многие умеют что-то сделать и не умеют продать? Потому что они не умеют продать. Тогда что нужно учиться, если ты умеешь что-то сделать? Ты учись еще и продавать. Каким образом? Делайте видео, посмотрите видео, как стать блогером. Посмотрите видео, как в Инстаграм продавать, как популяризировать что-то, как сделать. Это бизнес. Что можно делать? Да что хочешь. Можно делать сырные шарики, но делать их такими в виде шариков. В микроволновке они шариками становятся. Можно делать там, да что угодно из продуктов питания можно делать. Можно делать вздутый рис. Можно делать моти, китайские рисы делать, там закручивать шарики и продавать с разными вкусами и так далее. Да вообще, мир так устроен, все нужно. Как вы можете не найти то, чем заниматься? Вообще не понимаю. Вообще, как человек не может найти, чем ему заниматься? Как это возможно? Вы знаете, что все хотят кушать? Да. А вы знаете, что все хотят спать? Да. А на чем они спят? Что они кушают? Да все это нужно. Не понимаю я. Марина Кухта. Я кайфовала во время всех операций в этом году и лучевой терапии. И я очень хочу написать книгу о своей жизни и военных переживаниях, так как живу под Донецком. Получится? Да, получится. Но эту книгу вы не продадите. Раз. Второе. Она не станет популярной. Два. Третье. И вы это даже потратите деньги, положите дома, она будет лежать. Почему? Вся книжная индустрия, о которой вы знаете, которая есть в наших странах, это все афера. Правда. Это все афера. И книги, как допустим Шарма, которую вы все читаете. Знаете, как много книг, неизвестных авторов, которые могут быть очень полезными для того, чтобы человек научился зарабатывать. Много начал зарабатывать и так далее. Но почему-то такая совершенно тупая книга, которая называется «Квадрант денежного потока». Я специально коверкаю это. Шармы стала очень знаменитым. Шармы отец, он очень богатый человек, миллионер. Оставил ему большое наследство. Шарма при этом это наследство полностью прочпокал. После этого остались деньги и нужно было куда-то вложить. Шарма объехал все магазины, которые связаны с продажей книг. И поставил везде большой баннер, который звучал как «Открытие денежного потока» или «Квадранта денежного потока» Шарма. «Книга выйдет» тогда-то, тогда-то. На это потратил на протяжении года два, по-моему, миллиона долларов США. И сказал, что на каждом из этих баннеров висело, что скоро эта книга выйдет. И написал сайт, где можно эту книгу предварительно заказать. На протяжении одного года такой рекламы подписалась и захотела приобрести эту книгу более двух или трех миллионов человек. После этого он опубликовал эту книгу и продал этим двум миллионам человек за эту сумму. Таким образом заработал определенную сумму денег. То есть по-другому он сделал так. Не написал книгу для того, чтобы продать, а сделал сначала рекламную кампанию, после которой завершил все удачным написанием любой книги, которая фактически уже имела возможность продаж. Когда люди говорят, я хочу, они смотрят фильмы, когда в средние века там или в времена Ренессанса или все какие-либо, когда существовали книги, их там писали и так далее. Я хочу вам сказать, что рядом с любым человеком, который пишет книги, находится человек, который умеет зарабатывать деньги на том, что он книги публикует. Вот так это устроено. И в случае, если у вас нет такого человека, который хочет заработать на книгах и опубликовать их, то вы, скорее всего, деньги не заработаете. Также в постсоветском пространстве эта система не развита. А если это публиковать или это все продавать где-либо на Амазон? Да все уже столкнулись с Амазоном и с другими этими системами. Для того, чтобы продавать на Амазоне, нужно платить за рекламу, чтобы это рекламировалось на Амазоне. Потому что таких умников нашлось еще 4,5-5 миллионов или миллиардов, которые решили точно так же продать эту книгу. И когда вы публикуете свою книгу, она среди всей конкуренции находится аж на 4,583,446 месте. И вам для того, чтобы стать первым, нужно заплатить по доллару, чтобы до этой ступеньки на каждого человека наступить, чтобы быть первым. И чтобы показывали вас первого и единственного. Так вам нужно заплатить, я не знаю. Знаете, как делают популярные хиты? Делают популярный хит следующим образом. Человек записал какое-то видео, после этого там спел что-то, после этого у него есть 100 тысяч баксов. Он берет, делает канал в YouTube, при этом делает этот канал в YouTube, запускает одну песню и вкладывает деньги в то, чтобы эту песню смотрело через YouTube продвижение, делает так, чтобы эту песню смотрело много людей. Так, допустим, песня «Опенгам нам стайл», для того, чтобы эту песню запустить и чтобы она стала вирусной, в первый один день было потрачено 4 миллиона долларов США. Были использованы 4 основных системы привлечения живой клиентуры, среди которых был YouTube, среди которых была китайская система, корейская система и японская система привлечения трафика. Было использовано 4 миллиона долларов США на популяризацию данной песни, прикиньте. И ее за один день посмотрело, я знаю, 180 миллионов человек. Вообще 1 миллион человек, вот видео, как сделать видео вирусным? Берете видео, снимаете 4-х минутное, 4 тысячи долларов стоит 1 миллион просмотров. Вот вам надо 100 миллионов и сделать себя самым знаменитым в своем репертуаре, там промычали какую-то песню и хотите, чтобы это стало миллионником. Берете 4 тысячи долларов, запускаете это, делаете это видео вирусным и в своей стезе становитесь первым. И вас будут показывать, после этого будут выдавать поисковые системы, как самое лучшее. И вы будете самыми лучшими в своей поисковой отрасли. Вот, ну 4 миллиона это немного, как это устроено. Есть специальные сайты, эти сайты, они связаны с показом фильмов, сериалов. И вот человек смотрит сериал какой-нибудь, а там написана реклама. Пока не нажмешь и не подпишешься, дальше не будешь смотреть. Человек вынужден нажать, подписаться, для того, чтобы дальше смотреть. Такие платформы, они существуют в большом количестве. Их смотрят в основном люди, разговаривающие на русском языке. Ну это нормальный процесс. Это знают, а мы почему-то рисуем для себя другую картину. Мы думаем, что популярность, она формируется без денег. Это очень редко. Когда нравится, там, как ребенок пропел песню, скоро уже будет Пасха, купуй ты ковбаски. Или там какой-нибудь фрик, и там этот фрик залетел людям. Но это ничего не значит. Такое бывает, что залетают видео, такое очень часто бывает, есть аудитория. Почему сначала продвигают платное? Платное позволяет сделать тебя первым в твоей системе. Так вот, если книгу вашу опубликовать, вложить в нее, там, 4-5 тысяч долларов, чтобы ее миллион человек в вашем регионе посмотрело по аудиокниге, после этого написать, там, это отрывок, а вот купить можно по этому адресу, то, скорее всего, первым видео прибьются люди, которые будут хотеть читать книги, и ваша книга будет им там нравиться или не нравиться. И потом среди них будет, там, 10-20%, которые книжку купят. Еще в отличие, ну, в зависимости от того, сколько это будет стоить. Ну, много всего. Это же бизнес. Его необходимо изучать. А мы к этому относимся. Смотрели-смотрели тиктоки, смотрели на успех кого-то и говорим, вот, будем сейчас сами пробовать. Все по-другому. Ну, то, что вы кайфовали, это супер. Нужно ли писать вам эту книгу? Несомненно. Пишите эту книгу однозначно, 100%. Почему? Я первую книгу написал «Магию денег» специально для того, чтобы самому себе ответить на вопросы, какие есть пути решения выбраться из безденежья. И попытался проанализировать свою судьбу, свою жизнь, проанализировать большое количество людей. Среди моих знакомых их было, слава богу, много. И попытался отличительные черты найти, в чем же все-таки основа того, что человек хорошо зарабатывает или плохо. Ну и получилась моя книга. Вы все ее прекрасно знаете. Ее приобрести можно. Называется «Магия денег». Так. Вот она. Моя любимая книга «Магия денег». Здесь советы. Секрет третий. Все деньги имеют направление. Заменьте слово «тратить» на слово «покупать». О, прикольно, да? Теперь вы знаете, что ощущения, которые возникают в животе, когда вы думаете о деньгах, является энергией, блокирующей деньги. Прикольно, да? Совет такой-то, такой-то. Вкладывайте в себя это вложение, и почему это нужно делать. Реализуйте детские желания и так далее. Вот такая вот книжечка, красивенькая, небольшая, но я считаю, что это может очень изменить жизнь человека. Глава о том, как космические корабли бороздят просторы большого театра. Хорошие книжки. И самое приятное, что они небольшие. Их можно прочитать быстро и знать, что в жизни есть определенные правила. Друзья, которые в Инстаграм, друзья мои, любимые, я не отвечаю людям из Инстаграм. Переходите в Ютуб, хотите задавать ваши вопросы, все только в Ютуб. Простите, это правило. Нет, не отвечаю, не отвечаю. Сил нет и так далее. Не отвечаю, не читаю, не вижу. Все только в Ютуб, никаких вариантов. Скажите, есть метод, чтобы в квартиру не проникали летающие тараканы, а трава не помогает, руки взять, поговорить нереально. Нет, я, к сожалению, метода не знаю, но у меня есть шум. Он называется шум от муравьев. Найдите этот шум от муравьев, включайте в квартиру. Обещаю, что на протяжении от 3 до 7 дней ни одного ни муравья, ни паука, ни таракана больше не будет. Этот шум работает не только на муравьев, а работает на всех насекомых, которые мешают человеку находиться в своей квартире. Он работает 100%. Так, не получился у нас сегодня взлом эзотерики, но у нас сегодня получилось все-таки пробудить магическую энергию, привлечь удачу через тайные практики. Эх, и этого не получилось. Но зато я постарался ответить на ваши вопросы, они были очень интересны, за что вам огромное спасибо. А еще мне мой маркетолог сказал, что видео не должны быть больше одного часа, а я уже провел 19, вернее 1 час и 20 минут. Поэтому, к моему сожалению, сегодня будем заканчивать данный семинар. Но я хочу сказать вам, что я хочу сегодня подарить свои книги следующим людям. Я хочу подарить книгу «Магия денег» Катерине Той, Ларисе Тирлич, Ирине Ирине, Нине Финченко, Варваре Добробуд, Эльтер Ясаян, Розе Васильев, Иване Дубровину, Татьяне Вайне, Эви Десиджн, Ирине Ирине, Анжеле Амстронг и Ирине Негоде. Все эти люди могут написать мне в Телеграм и сказать, что я выиграла книгу «Магия денег» и я ее вам отправлю за свой счет в вашу страну от меня подарок. Друзья мои, а вы хотите получить подарок? Я с удовольствием готов вам такой подарок подарить. Если вы будете участвовать в моей жизни, подписывайтесь обязательно на мой канал. Если вы смотрите какие-либо видео, пожалуйста, досматривайте их до конца. Также обязательно делитесь этими видео в социальных сетях. Давайте вместе сделаем этот мир прекрасным, сделаем этот мир добрым. Пусть наконец-то те, кто управляет этим миром, знают, что можно управлять так, чтобы люди не только были злобными, а еще и любили друг друга. Бог есть любовь, Бог есть свет, пусть люди друг друга обожают, начинайте с себя. Любите себя, не обижайте близких, любите близких, не обижайте стариков, любите стариков, не обижайте маленьких, любите. Меньше алкоголя, больше любви. Я вам говорю это серьезно. Больше любви, меньше алкоголя. Пусть в мире будет счастье. Там вы задавали вопросы, русский, нерусский, друзья мои. Есть слово и понятие народ. Есть русский народ. Есть украинский народ. Украинский народ борется за свою независимость. Русский народ борется за свою независимость. Татарский народ за свою идентификацию независимости и так далее. Это имеет значение. Все остальное не имеет значения. Это вот так устроено. Поэтому, когда вы считаете, нас считают, кого считают? Граждан России или русский народ? А русский народ, это русский народ. А там есть еще татарский народ, бурятский народ, казахский народ, туркменский народ и так далее. Не надо народ путать с государством. То, что происходит сейчас в этой стране, в которой я нахожусь, называется волей народа. Волей народа. И народ, который имеет волю, имеет свою страну, проявляет свою волю за свою независимость. Так что слава Украине, героям слава, слава ЗСУ и слава украинскому народу. Мало ли, что кто хочет. Я, по слову, хочу, не работаю. Мало ли, может, я хочу, вообще непонятно чего. Вот, видимо, фортуна вот таким образом тыкнула в этих людей. Пишите мне в телеграм, я вам. Или пишите напрямую операторам. Скажите, Андрей Андреевич сказал мне книгу подарить. Я вам с удовольствием подарю. Желаю нам всем успеха. До свидания. Любите близких. Сделайте праздник. Помните, что 9 дней радости могут создать целый год радости. Постарайтесь меньше бурчать, меньше проявлять претензий. Больше любить близких. Наслаждаться той жизнью, которая есть. И вам в этом поможет обязательно моя первая ступень эзотерийской школы Кайласа. Как пройти? Переходите на мой сайт, который здесь вот изображен. Дуйко.гуру. Вы сможете на этом сайте найти первую ступень грани развития. И пройдя ее полностью, тотально, на 100% изменить судьбу. Ваша жизнь разделится до прохождения первой ступени и после прохождения. Еще раз большое спасибо. До свидания, друзья. Публикуйте мои видео, подписывайтесь и всем вместе мы сделаем этот мир.